Инновационные технологии как фундамент экономики будущего республики. Под таким названием в столице провели круглый столб. Что обсудили и какие решения приняли, расскажем далее. В зале собрались общественники, народные депутаты, представители министерств и ведомств. Среди них и гости из ДНР на повестке дня внедрения инновационных технологий в деятельность предприятий республики. Важную роль в этом процессе играет система образования. Здесь надо начинать подготовку со школьной скамьи, то есть создавать кружки технического творчества. Подготавливать качественных, хороших преподавателей, которые могли бы доступно, понятно, донести до ребят значение той же физики, той же математики, что она дает в жизни, проводить олимпиады, больше олимпиад, творческих конкурсов. Общественный совет уже прорабатывает механизм социального партнерства между работодателями и вузами. А это значит, что наша образовательная система готова внедрять целевую подготовку в вузах и колледжах. Двигаемся к концепции развития высшей школы, мы будем немножко другого делать, модернизировать. И там предполагается, что действительно, ну, хотелось бы как, хочется взять и новое, но и не забывать свои традиции. Поэтому, скорее всего, это так и будет, что вот вуз и база практики, которая будет находиться на предприятии. И таким образом мы выйдем сразу на то, что мы готовим специалистов уже подготовленных. Спектр использования инновационных технологий достаточно широк. От написания цифровых программ до создания 3D-элементов. Соседний ДНР уже работает в этом направлении. Одна из сфер, в которой применяются современные технологии – медицина. Мы занимаемся производством имплантов, эндопротезированием и экзопротезированием. Эндопротезирование – это импланты внутрь человека. Экзопротезирование – это протезы для наружных частей тела, для рук, для ног, для пальцев. Специалисты из ЛНР отметили значимость внедрения инноваций в рабочий процесс. И в Донецкой Народной Республике, и в Луганской Народной Республике очень много травм. Очень много травм. И связаны они прежде всего с теми боевыми действиями, которые проходят на территории наших республик. Страдают не только взрослые, страдают и детки. А это очень важно в восстановлении, реабилитации наших пациентов. Сейчас есть возможность, идя рука об руку, достичь именно тех лечебных моментов, которые есть и, несомненно, должны быть у нас в Республике. На встрече обсудили не только сотрудничество Республик, но и особенности работы предприятий, подготовку специалистов. Участники уверены, чтобы улучшить работу предприятий, необходимо тесное взаимодействие производства и обучения. Для подготовки качественного специалиста необходимо на базе университета, уже в процессе учебы, студентов привлекать к инновационной деятельности. А это можно сделать путем создания совместных предприятий на базе университета, где бы студенты получали свой первый опыт, первые знания по созданию, во-первых, таких предприятий. Во-вторых, работа в предприятии, работа в коллективе, работа на результат. Такие дискуссии позволяют найти пути решения проблем, которые возникают в процессе работы. Нам необходимо позволить людям выдать свой творческий потенциал, свои потаенные мысли, которые могут быть революционными, которые могут быть, скажем так, открытиями. Нам нужны ряд озарений, нам нужны ряд импульсов, которые позволят нам набрать те темпы роста, восстановить экономику и сохранить самое главное – достояние нашей республики. Это человеческий потенциал. В завершение участники приняли резолюцию. В нее внесли предложение о необходимости создать экспертный совет в области инноваций при Народном совете. Уже в сентябре участники планируют провести экономические форумы, дискуссионные площадки. Алена Остопущенко, Александр Дуда, Роман Мрехин, Алексей Радченко и Вадим Грещук. Вести Луганск, 24.